Сегодня у нас финальный восьмой урок по продукту FANBI версия 6.0. Проводим его мы, компания BI-Consult. Мы с 2009 года занимаемся проектами по бизнес-аналитике. Соответственно, мы первые подписали партнерский договор с китайским вендором FANRUAN. Соответственно, представляем продукты FANBI и FANREPORT в России в настоящий момент. Имеем платиновый статус. За время с 2009 года выполнили более 300 успешных внедрений различных BI-инструментов. Сейчас делаем акцент на FANBI. Есть собственный учебный центр, в котором уже большое количество, реально тысячи людей прошли обучение по различным дисциплинам, бизнес-аналитике и управлению данными. Хотел бы подсветить вам наш курс по стратегии BI. Он начинается на следующей неделе, но, к сожалению, места на него нет. Следующий курс будет уже в марте. Но курс очень хороший, поэтому регистрируйтесь заранее, чтобы попасть на него в марте. Также напоминаю, что действует специальная промо-акция на обучение по FANBI. У нас есть три курса по этой дисциплине. Есть курс для начинающих разработчиков с нуля до джуниор-разработчика. Есть курс «Продвинутая разработка FANBI» для тех, кто от полугода уже работает в этом продукте. И курс для администраторов сервера FANBI. По промо-коду «Осень» вы можете получить скидку 20% на обучение. Для этого заходите на наш сайт education.bioconsol.ru и оставляйте свои заявки. Также напоминаю, что мы принимаем в свои ряды разработчиков, аналитиков и менеджеров проектов. Вместе с нами будете внедрять различные биоинструменты в крупнейшие компании России. Будет интересно, поэтому присылайте свои резюме на электронную почту infosobaka.bioconsol.ru. Всем ответим, со всеми свяжемся и, надеюсь, скоро станем коллегами. Итак, передаю слово Наташе. Наташа, последняя тема у нас. Рассказывай, что у нас сегодня. Да, у нас сегодня будет работа с дашбордом, интерфейс. Сейчас покажу. Демонстрация экрана. Видно. Все отлично. Так, мы находимся сейчас уже в области разработки дашборта. Давайте посмотрим, что мы можем делать, как вообще готовить дашборд к предоставлению пользователям. Если говорить про теорию, то, конечно же, основная наша задача работы в BI – это создать такую панель информационную, которая позволит нашим пользователям найти ответы на вопросы, используя данные, которые мы им показываем. И, как вы все прекрасно понимаете, знаете, что наше внимание расфокусировано, и нам очень важно при разработке дашбордов, конечно же, понимать, какие данные мы в первую очередь хотим, каким данным привлечь внимание, какие данные у нас должны остаться на втором плане. То есть, если мы сильно перегрузим дашборд, то он не будет эффективен для наших пользователей. Что же, с точки зрения инструмента, Fine BI предоставляет нам? Давайте посмотрим сначала дашборд стайл. Это как бы основной такой стиль. А если у нас не будет единого стиля, единого оформления, дашборд будет казаться пользователям слишком перегрузным. Возможно, не позволит быстро и эффективно работать с ним. Существующие дизайны, которые уже предлагает вендор, классические, разноцветные, которые демонстрируют некоторые важные аспекты при работе с дашбордами и с визуализациями. Это в первую очередь использовать не более световые комбинации, сочетающиеся близкие, либо которые комфортные для глаза. Я также открыла несколько статей. Если у вас есть вопросы, то не стесняйтесь, всегда обращайтесь, ищите те инструменты, которые вам помогут найти. Fine BI в этом плане позволит вам выбрать те настройки, которые вы можете в цветовом круге или где-то в схеме, или, используя вашу бренд-бук, ввести коды ваших цветов, либо HEX, либо RGB, и выбрать те цвета, которые вам нужны, именно в вашей палитре. То есть есть, конечно, уже загруженные, которые используются, различные, но также можно ввести. Но опять-таки, напоминаю, здесь у нас только 12 комбинаций, из 12 цветов. Оттенки он не подбирает, поэтому учитывайте этот момент. Что еще из настройок дашборда у нас есть? Это картинка, которую вы можете загрузить, если вам в качестве подложки нужна какая-то картинка ваша. Также есть расстояние минимальное, которое будет между компонентами на дашборде. Давайте посмотрим сейчас на примере двух карточек. То есть вот это расстояние сейчас у нас, в смысле, сливается, потому что настройки были выполнены как ноль. Дашбор стайл. Компонент гэп – это вот тот минимальный зазор, который должен появиться. Вот два, четыре. Видите, у нас расстояние. С помощью расстояния между компонентами мы показываем, какие данные между собой связаны логически, какие ближе, какие дальше друг от друга. Это как раз расстояние между карточками. Если у нас там KPI относится к тому направлению, их расстояние между ними должно быть меньше, чем между теми KPI, которые по логике дальше от вот этих сущностей. FindBio предоставляет нам возможность настроить минимальное расстояние. То есть если мы выбираем ближе, мы не сможем приложить, они уже будут уезжать. То есть вы только в случае, если настроите возможность перекрытия, тогда вы сможете их перекрыть и получите то, что вам нужно. Используйте тоже эти настройки. Они вам помогут создать ваш дашборд. По компоненту. Здесь мы опять-таки с помощью стиля делаем преднастройки для того, чтобы не настраивать каждый элемент отдельно, компонент. Но и в то же время напоминаю, что в меню компоненты у вас также есть возможность настраивать эти параметры. Как цвет, настройка стиля, заголовка. Здесь есть примеры, но, к сожалению, возможности загрузить какой-то свой стиль, по-моему, нет. Так что используйте, выбирайте из тех, что предоставляет вендор. Настройка заголовка, цвет, шрифт, расположение относительно карточки, визуала относительно компонента. В компонент стайл можно какую-то картиночку загрузить в качестве бэкграунда, либо также вот окружность, если нам нужно закруглить и сделать границ компонентов. Настройка чартов. Здесь тоже самое. У нас есть как раз цветовая палитра и текст, шрифт текста и его цвет. Тоже выбирайте те цвета и то сочетание, которое будет приятно глазу и восприниматься более удобно. Настройка таблиц. Можно сделать единую настройку, и тогда все таблицы у вас будут в едином компоненте. Фильтры. Здесь у нас можно картинку заголовок, либо кастомный шрифт. Можно выбрать здесь. И величину шрифта опять-таки подчеркивание, цвет, жирность, наклон. Аналогично компонент бэкграунд. И тема, которая в принципе общая для фильтров. Это касательно стиля. Адаптация. При разработке дэшборда очень важно понимать, на каких экранах и как. А можно вот сразу вопрос от Людмилы. Можно ли задать общий стиль для всех разработчиков, кто на одном сервере разрабатывает в корпоративных цветах? Да, это UI Configuration, есть BI Global Style. Ага, супер. Это Global Style, вот здесь настраивайте. Ну, это, опять-таки, наверное, тот стиль, который… То есть вы его разрабатываете, и все разработчики просто выбирают его из меню и им пользуются. А вот, ну, прямо зафиксируй, чтобы у них был только этот стиль, чтобы они не выбирали, а прямо только с вот этим работали. Не знаю, надо уточнить вендор, можно ли закрыть настройками доступные стили. Да, извини, да, давай дальше. Ничего. Так, адаптация. Как вы помните, у нас есть адаптация на уровне карт, на уровне компонентов, компонент стайл, адаптация дисплея. Также мы на уровне дашборда можем настраивать адаптацию. Либо разрабатывать под авто, где тогда будет автоматически под любой дашборд, под любой интерфейс перестраиваться, либо мы разрабатываем под фиксированный размер. У нас есть пример такого дашборда. Здесь вот смотрите, видите, он разработан под фиксированный размер. Если он разработан под ноутбук, если я его начинаю просматривать, даже во фуллскрине у меня появляется пустая пустота. Я могу сделать на уровне пользователя дополнительную адаптацию, но она будет сохранять пропорции. То есть мы либо ангинальный, в ширину, если мы делаем в ширину, то высота у нас опять остается. Вот пропорция сохраняется. Мы растягиваем, но пропорция сохраняется. В случае, если мы подтягиваем под высоту, то ширина тоже расширяется, и уже часть не помещается. Либо адаптация максимально возможна, но здесь, видите, у нас по ширине мы ограничены. То есть вы можете разработать под конкретный экран монитора, либо это будет минимальный, под который потом будут другие, просто с помощью адаптации растягивать, либо под какой-то самый популярный экран монитора, который используется в офисе. Допустим, чаще всего вы работаете именно с этим экраном. Есть аналогичный у нас дашборд, который разработан без фиксированного экрана, и он растягивается полностью. То есть он автоматически… Вот здесь у нас либо scale-out, scale-content. То есть у нас и сами компоненты растягиваются, и весь дашборд растягивается максимально, то есть пропорции не сохраняются. И тогда мы на весь экран сможем посмотреть. Но у этого решения есть ряд тоже недостатков, из-за чего иногда и стоит разрабатывать подфиксированный размер. В частности, если у вас монитор, и очень большая емкость информации, и некуда будет просто смещаться, и тогда будет наложение. То есть это тоже важный подход. Нужно изучать и смотреть, как лучший вариант в вашем случае. Так, вернемся в наш… Так, как это скрыть? Здесь мы можем разрабатывать либо под авто, либо под фикс, и в превью можно по умолчанию что будет. То есть мы автоматически превью у нас адаптация под экран, под те возможности, которые есть, но сохраняется при этом пропорция по горизонтали и по вертикали. То есть пропорция сохраняется, максимально расширяется как можно. Используйте то, что в вашем случае будет наиболее эффективно. Касательно расположения. Также, напомню, у нас есть возможность компоненты располагать… Вот они подстраиваются, то есть они не накладываются, и тогда сдвигаются автоматически, так как… Чтобы не накладываться. Также вы можете наложить компоненты друг на друга. Давайте посмотрим. Вот таким образом это позволит, допустим, использовать какой-то визуальный компонент, и сюда вы можете дополнительно наложить карточку. Давайте посмотрим, чтобы у нас адаптация была. То есть при изменении размера карточка тоже адаптировалась под дашборд, который нам нужно. Здесь вы можете всегда убрать тайтл. Тайтл здесь, заголовки и так далее. И накладывать. То есть в случае, если вам требуется, то вы можете накладывать одно на другое. Давайте посмотрим различные варианты. Здесь у нас, опять-таки, видите, расстояние настраивается, и вы можете его увеличивать. В последних версиях «Find BI» появилось… А здесь, кстати, нельзя это сделать. Только если мы делаем наложение, то вы можете любое расстояние выбирать. То есть если вы делаете без возможности наложения, то у вас фиксированный гэп между компонентами. Если вы делаете способность наложения, то вы можете выбрать то расстояние, которое вам необходимо. Так, из-за того, что я еще хотела рассказать и показать. Таблички фильтра. Традиционно понятно, фильтр располагать либо сверху, либо снизу. Либо сверху, либо сбоку панель. То есть у нас должна быть оставаться еще минус, который есть в случае, если вы даете возможность наложения. Если я сдвигаю, то помещаю другое, то автоматически не сдвигается тот компонент, который разрешает наложение. Для дизайна также можно использовать подложки в виде текстового компонента, на которые вы будете накладывать те элементы, которые вам нужны. помимо наложения мы также настраиваем порядок расположения того или иного элемента. То есть будет ли он находиться сверху, либо снизу. Последовательность. В этом случае, благодаря подложкам, которые смещаются, то есть которые имеют... Вы можете распределить, создать те области, которые будут показывать группировки вашей информации. где у вас дашборд, где у вас область... разделять область, допустим, разделять область фильтров, область карточек визуальной информации, важной для вас, и область визуалов и самого интерфейсных. Касательно шрифтов, цвета и расстояния. Про расстояние мы посмотрели уже, про шрифты и про размер шрифтов. Принята иерархия шрифтов, то есть самые большие шрифты имеют заголовки, сголовок самого дашборда, максимальный шрифт. FunBI позволяет вам выбрать любой, на самом деле, шрифт. Достаточно большое количество сейчас. Вы можете... Те цвета, которые... Также есть рекомендации использовать один шрифт для всех подписей, используемых в одном дашборде. Как видите, мне места не хватает, нужно увеличивать размер, фикс-сайз. Можно это сделать вот таким образом. Автоматически будет смещение. Так что еще я хотела рассказать в этой части. На самом деле, разработка дашборда в плане цвета, шрифтов, расстояния, это общая теория, которую вы можете обязательно легко прочитать. Есть несколько полезных инструментов, например, вот такие CoolKeeper Tools. В случае, если вы не знаете, какой цвет вам нужен, вы загружаете любую картинку, и можете найти код этого цвета, то есть пользуйтесь обязательно, выбирайте те цвета, те оттенки, которые вам нужны, максимально близки к просьбам ваших заказчиков. То есть не используйте чисто стандартные. Это вам позволит быстро подобрать, выбрать тот цвет, который нужен именно вам. Из такого основного, наверное, пока я... Есть ли вопросы у кого-то? Да-да-да. Да, вот в чатике задают. Мила спрашивает, на каком моменте надо задавать параметры адаптации. Адаптация. На мой взгляд, в самом начале, потому что вы должны понимать, под какой размер вы будете разрабатывать. Если фиксированный размер, то у вас появляется сетка, в которой вы будете помещаться. И вы будете всегда понимать, как будет меняться дашборд в случае, если меняется размер экрана. Для проверки существует средство разработчика в браузере, которое позволяет вам вот здесь... Так, сейчас экран... Подождите, нет, вот так. Позволяет вам посмотреть, как будет ваш дашборд выглядеть при разных размерах экрана. И вы убедитесь, что вы вписываетесь, и будет все корректно. Да, это важно. Даже при одинаковом разрешении экрана у пользователей бывают разные масштабы экрана. Тут при разработке бывали у нас такие вопросики. А, я не рассказала про мобильное устройство. Вот, вспомнила. Сейчас расскажу. Давайте так закрыть средство разработчикам. Про мобильное устройство. Find BI предлагает вам, вот мы делаем под десктоп лейаут, также отредактировать, как будет выглядеть ваш дашборд под мобильное устройство. Можете здесь поменять местами. То есть, при этом для мониторов десктопных все останется по-прежнему. Кажется, не поменялось. Давайте проверим. Вы также можете выбирать, какие компоненты будут видны, какие не видны. Также настраивать стиль отдельно именно для мобильного устройства. Здесь тоже либо стандартная адаптация, либо по ширине адаптация. Возможность наличия fullscreen button, то есть, раскрывать при разработке дашборда одного и того же, вы можете сразу сделать, подготовить стиль для двух типов осмотра, для мобильных и для десктопных. А можно вопрос сразу же? Да, пожалуйста. В Tableau там, по-моему, еще планшет добавлялся. И в планшетной версии открывались, если с 13-ми мобильного маутбука смотришь, то открывалась не доступная версия, а планшетная. Здесь есть какая-нибудь такая история, условно, под большой, под маленький момент? Сейчас, где-то, по-моему, было раньше. Так, мобайл платформ. Здесь, по-моему, вот мобайл и таблет. Можно выбирать, какие из них будут под мобильный, какие под планшет. А в интерфейсе вы там показали только две кнопочки. Да, да, да. Ну вот, тут как бы мобайл платформ и… А, то есть здесь можно выбрать только мобайл. Либо мобайл мы понимаем под мобилкой, либо под планшетной версии. Да, да, да. Здесь именно приложение мобильное, потому что… Ну, то есть десктопную версию под разные мониторы не сверстаешь. Десктопную версию под разные мониторы можно сверстать, но там за счет адаптации экрана, где он просто под разные мониторы будет… Либо вы один выбираете, либо выбираете авто, И тогда автоматически будет система перестраивать. Но здесь есть риски, что будет смещение и что-то на что-то будет накладываться. Поэтому при разработке важно просматривать, либо использовать средства разработчика и проверять, как будет выглядеть на разных экранах, либо фиксировать монитор, под который точно все будет хорошо работать. Хорошо, спасибо. И вопрос еще у Табло. По API можно выдергивать изображение дэшборда. То есть я аларму таким образом делал. Когда происходит какое-то событие, я условно скриншот дэшборда, и можно отправлять его хоть в телегу или в любой корпоративный мессенджер. Это другое. Это алерты, это вообще админская часть. Нет, алерты… Есть. Вы про API вообще? Про визуал API? Можно ли… API – это тоже администрирование. Есть API, можно и Vue есть. У нас, кстати, по-моему, на сайте есть информация. По-моему, есть статья по API, поэтому почитайте. Если есть вопросы, пишите в чате, мы вам ответим. Есть и просмотр. Наверное, здесь мы не выкладывали все-таки внутренне. Ну, запросите, мы отправим вам. Спасибо. Так, там еще какие-то вопросы есть. Да-да-да. Можно ли изменять пропорции уже после разработки дэшборда? В смысле, в режиме разработчика или в режиме просмотра? В режиме просмотра, в зависимости от того, как выбрано, если авто, то вы выбираете адаптацию, как мы посмотрели. Если… Давайте еще раз посмотрим. Вот у нас есть здесь возможность либо скейлаут, либо с учетом контента, либо просто под размер. А в случае, если был под фикс, то мы можем выбрать либо оригинальный размер, либо адаптацию по ширине, по высоте, либо под экран адаптации. То есть, если разработка велась в каком-то режиме, то это только разработчик может поменять. У пользователя появляется вот такое-то одно из двух вариантов меню, и пользователь не может поменять. То есть, вот здесь видно base size, какой был размер, и вы адаптацию делаете. Здесь у нас base size auto, и есть только два варианта выбора, либо под контент и размеры, либо просто под размер экрана. Так, а что вот будет как раз, да, тут вопрос следующий, если, ну, там не то разрешение, то есть будет изображение сдвигаться, накладываться или как? Да, будет сдвинута, и возможно… Скролл, да, будет? И скроллы появятся, и возможно, данные будут накладываться один на другой, если у вас маленький экран. Давайте поэкспериментируем. Вот здесь, если мы… Давайте еще компонентов понакидаем, чтобы у нас побольше было всего. Всего. Сейчас. Побольше всего было. Посмотрим, как оно будет перестраиваться. То есть у нас могут быть и лонг-риды, то есть со скроллом экрана. Тут вопрос, готовы ли выжить с такими визуалами. С расстояниями. Давайте посмотрим. Превью. Вот у нас получается скролл. Если мы делаем адаптацию под экран, у нас тоже скролл, потому что он был изначально. Давайте поменяем размер экрана. Средства разработчика. И поменяем здесь. Ну, скролл у нас остался. То есть если вы в скролл при разработке используете, то он будет. Так, давайте теперь в режиме edit попробуем убрать, а потом скролл. Вот это убираем. Сделаем так, чтобы у нас все поместилось на одной странице. Каким-то так образом карточки. Вот, предположим, так у нас получается. И поменяем размер. Ну, здесь у меня изменить. Давайте добавим устройство. Деск. Здесь важно выбрать десктоп. И оно у нас будет 1200 на 700. То есть у нас идет адаптация. Экран стал. А сюда я добавила превью. У нас вот здесь начинается наложение. У нас карточка сдвинулась. И получилось наложение. Здесь у нас, если помещается, то оно помещается. Ну, что-то... А здесь оно так же. То есть, если у нас есть место, куда смещаться, то оно будет все корректно смещаться. Если места нет, то у нас будут, конечно же, сложности с этим. Угу. Понятно. Следующий вопрос. Есть ли возможность подгрузить свой уникальный шрифт? Да, есть. Да, есть, но как-то не скажу. Сейчас быстро. Надо уточнить. Есть возможность шрифты подгружать. У вендора даже есть об этом документация. Так, дальше. Тогда можно как-то настроить, чтобы в промпт сразу красиво отображалась информация. Сразу нет. А, сразу нет. А, сразу нет. Что значит красиво? Ну, то есть, Максим, давайте посмотрим, что у нас есть в промпте, какие есть возможности. Я хотел бы уточнить красиво, значит, то, чтобы они там несложно все решили, и они разными шрифтами, то есть, какой-то единый сцит для промпта добавить, потому что сейчас получается, допустим, если график какой-то… По умолчанию авто? Да, вот, видите, если вы сейчас туда еще накидаете, потом зайдете, там они все будут вместе, и не будет ни пробелов, и не будет никого выравнивания. А у вас какая версия? Сейчас пятая. А вот в пятой версии 6.05 или вообще пятая? А вы в текст кидайте, в промпт. В пятой, по-моему, давайте в промпт накидаем. В шестой они как раз там было привнесли, они ошибку, связанную с непереносом, но сейчас вроде бы это есть. Здесь они фактически не шрифт, они ровно так, как они называются сами меры, видите, он повторяет наименование мер. Здесь не шрифт, здесь именно как они названы, он просто дублирует наименование меры и само значение. Здесь вы можете выставить шрифт один-единый для всего. Вопрос не в этом, а в том, что вы видите, сейчас они все такой вот елочкой стоят, чтобы они были, допустим, вот эти вот мерения, да, которые право, чтобы они все ровненько были. То есть сейчас нужно пробелами выставлять вручную? Нет, пока такого нет, кстати. Они, видите, даже еще нет возможности централизовать и так далее. Еще не добавили они это. Согласна, это неприятный момент. Ну да, когда их очень много, то это прям такая монотонная работа. Да, их очень много, но, на мой взгляд, просто нужно тоже понимать, что очень много и не стоит добавлять, потому что информацию лучше вынести либо через джампер идти и там какую-то даже информацию более детально показать. Промпт не должен содержать большое количество информации. Он все-таки является просто пояснительной частью, а не дополняющей. Ну вот по моим ощущениям. Но я согласна с вами, что нам тоже не хватает абсолютно не с табло, это недоработка. Так, хорошо. А вот сюда символы можно вставлять, когда у нас, ну, зависит от значения, когда у нас отрицательная там или характер падает. Шарпа здесь не поставить. А, ну, давайте посмотрим другие визуализации. По-моему, в лейбл появился... Давайте посмотрим сейчас. Нет, нет. Здесь не поставить. Только в лейбл. Было. Было. Но что-то где-то в другом месте, значит. А, это только в карточках, в KPI-ках есть возможность shape поставить. А в табличках можно использовать? В табличках тоже можно, но не во всех. Там есть даже специфические таблички вот такие с shape-ами. Мини-чарт. А в табличках давайте посмотрим. Так, open bar of table. Shape можно, да. Ну, то есть здесь можно указать, например, количество продажи за выбранный период и в скобочках указать там, по сравнению с предыдущим, было столько-то, и вот shape-ом указать там, как-то это, логику такого настроить. Как это изменилось относительно предыдущего периода? Ну, тут condition на основании только значений, которые вы положили в поле shape. И вот относительно него вы можете выбрать shape. И при этом shape-ы фиксированы, их нельзя вручную добавить. У нас тоже был этот вопрос к вендору. Ну, если мы добавляем там какие-то shape-ы, но если вы хотите быстрее, заплатите. Какие там еще вопросы у нас остались? Так, два. Так, при... А сейчас к администрированию. А зависит ли что? Ну, смотри, просто ты под мобильное устройство разработал, у тебя там экранчик, ну, слон, где маленький, и ты из этого, получается, дашборда сделала рассылку, и придет ли пользователь такой же маленький дашбордик или придет нормальный человеческий подошел экран? Просылка через только этих дашбордов десктопных. Я не видела, чтобы можно было в мобайл. То есть при настройке task scheduler у нас здесь нет возможности... У нас нет возможности... Вот BI template мы выбираем. Здесь нет возможности выбрать мобилку. Ну, то есть вы выбираете дашборд. Он только будет именно который... А можно создать только мобильную версию дашборда без десктопа? Хороший вопрос. Я думаю, что нет. То есть вам все равно на десктопную версию нужно положить компоненты. И только потом вы их будете преобразовывать. То есть вы, если здесь мы идем в сторону... Если мы идем сюда, да, здесь нет возможности добавить компоненты. Здесь возможность только спрятать те компоненты, которые вы положили изначально на дашборд. На дашборд. А есть возможность импорта, экспорта, визуализации компонентов и дашборда? Импорт дашборда можно, компонентов только в Excel можно, но визуалы только дашборд можно импортировать целиком. А не было же у нас части, когда публиковать можно ссылку не зарегистрированному пользователю? Паблик-линк. Вы можете публиковать... Есть API-публикация во внешних сайтах, а есть паблик-линк, который вы отдаете. Вы про публикацию имеете в виду что? Что встраивание во внешние сайты или просто отдать внешнему пользователю ссылку, по которой он сможет перейти? На самом деле это и то интересно. Есть и то и другое. Публичная ссылка, это вообще очень легко. На самом деле можно в контекстном меню дашборда паблик-линк вот здесь сделать и у вас будет публикация. Вы можете защитить с паролем и дату валидации указать. И в настройке именно API это нужно лезть в API и смотреть документацию, как правильно это делается. Сегодня точно об этом рассказывать я не буду. Подскажите, пожалуйста, вот в пятой версии при загрузке даже порта, при выгрузке в экспорте, выгружается картинка только на часть, которая видна на экране. Да, это практически print screen и в шестой, по-моему, тоже самое. Давайте посмотрим. По-моему, он точно так же делает. Никакими настройками это не исправить? Пока да, поэтому long read лучше не использовать, потому что не получится. А здесь то же самое. В шестой версии он только делает снимок экрана и его помещает. Что поместилось, то поместилось. А, нет, кстати, есть целиком. Подождите, я наврала. Здесь целиком. То есть шестой, получается, решена эта проблема? Да, похоже, да, решена, потому что... А можем еще раз перепроверить, чтобы пользователей вдохновить? Да, конечно. Давайте посмотрим на переход на шестую версию. Я, честно говоря, искренне не понимаю, почему все так переживают из-за этого перехода. Он очень простой. Вот в Excel действительно... А, нет, то же самое. Excel видите, тоже полноценно. Да, отлично. Это неисправен для таб-компонентов. Таб только тот таб, который открыт будет. Он не покажет другие табы. А если в табе скролл? Давайте проверим. Давайте простой возьмем наш вот этот. Куда выгружаем? В Excel, в PDF? В Excel. Ну, давайте в Excel. Производительность пока-пока в выгрузке не очень высокая. Да, на самом деле много, я помню, с кликом, когда работали, там тоже отослать 500 писем с отчетиками. Это та еще проблемка. Ну, здесь, на самом деле, он адаптировался просто под экран, поэтому он будет полный. Тогда нечистый эксперимент. Да, надо как-то готовить такие эксперименты. Мне иногда сложно. Так, где? Где он? Вот, в конце. Ну, здесь полностью он виден. Давайте под другой экран сделаем. Так, давайте здесь. Здесь нет, здесь. Ну, это под экран. Он просто не удалил. Нет. Давайте. 1200 на 600 на 700. Десктоп. 1. Empty. Ну, он адаптируется просто под экран, потому что у нас автоматическое выведено и происходит адаптация. Поэтому он все равно будет виден за счет адаптации. Банально. Но в шестой это лучше работает, чем в пятой. Адаптацию они подкрутили. Раньше там был плагин адаптации, с ним были проблемы. Больше проблем, чем в шестой. В шестой как-то получше это все уже работает. Но, опять-таки, при разработке важно учитывать, что если будет происходить смещение, чтобы было свободное место, куда смещать. Ну, и вообще, при разработке, если очень перегружен будет дашборд, конечно, пользователям будет труднее разобраться. Там еще один вопрос. Да, да, да. Можно ли создавать и настроить пользовательский стиль, выбирая который элементы визуализации будут меняться под него? Или каждый раз надо настроить каждую визуализацию? Нет, конечно, каждый раз не надо. Вот так же, как и мы делали, я просто показывала, как его настраивать. Можно настроить стиль и его всегда использовать. И все элементы будут под него подстраиваться. И также вы можете добавить глобальный стиль, и у вас тогда появится этот стиль. Давайте посмотрим, если вам интересно. Глобальный стиль какой-нибудь. Добавим яркого цвета. Давайте компонент стиль. И давайте цвет какой-нибудь вот такой. Здесь сложно выбрать какой-нибудь. Не знаю. Ну ладно, пускай будет этот стиль, как он называется. Global Style ID. Вот у нас такой Global Style ID. Смотрим, появился он здесь или нет. Нет. Что-то не вижу быстро. Может в Custom? Нет. Нет. Сейчас. Давайте посмотрим, сохраняем я его или нет. Global Style. А, вот так надо сделать. Нет. Я проверю. Хорошо. Это останется тогда чуть позже. Не могу я быстро. Найти его. Либо надо обновить сам dashboard. Скорее всего, да. А вот. Это вот к вопросу по умолчанию. Видите, он автоматически подстроился, потому что я его выбрала как Global Style. Может быть, давайте проверим, можно ли другие удалить. Нет. Удалить, по-моему, нельзя. Но выставить Global, да. Будет он автоматически именно этот стиль использовать. Да, отлично. Ну, Людмила просит поделиться статьей по API для встраивания на порталы. В чатик, да. Именно в Телеграме, да. Скинем ссылочку. Есть еще вопросов у нас, у меня осталось совсем немного. Предлагаю, на этом все. Всем спасибо большое за участие в нашем обучающем курсе. Спасибо за внимание, за вопросы. Мне лично было очень полезно и интересно. Сама много что по-другому увидела, с вашей точки зрения раскрыла для себя. Опять-таки, напоминаю, всех ждем в чатах на нашем YouTube-канале, в котором появится скорость записи всех уроков этого курса. Также параллельно есть уроки по другим продуктам, также Fine Report. И вообще очень много интересного, полезного у нас есть. И да, приглашаем к нам работать, сотрудничать с нами и взаимодействовать. И активно взаимодействовать. Да, супер. Спасибо, Наташа. Погода в Питере просто идеальна для того, чтобы учиться, сидеть дома в тепле и учиться. Все, всем большое спасибо, хорошего вам дня, до свидания. Всего доброго, да, до свидания.